Дорогие друзья, сегодня на заседании одного из комитета, комитета по спорту и молодежной политике, обсуждался вопрос о так называемой гармонизации. Звучит красиво, а суть в чем, что теперь спортивные школы и спортивных тренеров приравнивают, соответственно, к образовательным учреждениям и к преподавателям. Ну, идея, наверное, неплоха, потому что, ну, зарплата у тренеров явно отстает от зарплаты учителей, а ответственность и, в принципе, вообще принцип работы практически одинаковые. Но есть огромное количество вопросов, которые мы на комитете задали, и на которые, к сожалению, ответы нас не совсем удовлетворили. Предлагаем вам посмотреть это заседание. 1 января осуществляется перевод спортивной школы на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, а тренер, как уже было сегодня сказано, на должность тренер-преподаватель. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки будет осуществляться на основании лицензии на образовательную деятельность. Данный вопрос находится на контроле правительства области, Буквально вчера был рассмотрен в рамках заседания постоянного действующего совещания у губернатора области Романа Викторовича Бусаргина. Стоит подчеркнуть, что закон не предусматривает переход организации, осуществляющей спортивную подготовку в систему спорта в систему образования. Он позволит всем учреждениям, вне зависимости от ведомственной принадлежности, работать по единым правилам, установленным в законодательство образования и законодательство о физической культуре и спорте. При этом при сохранении ведущей роли Министерства спорта России в регламентации вопросов организации осуществления спортивной подготовки как учебно-тренировочного процесса. Сколько все-таки потребуется средств по оценкам для того, чтобы провести в течение года, то есть это бюджеты в основном, была какая-то оценка, сколько потребуется средств для того, чтобы провести лицензирование, в частности, помещений. Второй вопрос. Заявлялось, когда вот эта программа вводилась, заявлялось, что это в первую очередь нужно для того, чтобы как-то уравнять преподавателей школ и преподавателей спортивных школ, учителей. Вот будут ли они считаться указниками, то, что называется, и какова система, потому что система в школах категорийности, насколько она синхронизирована с системой категорийности вот будет у этих тренеров. Не придется ли им догонять или там наоборот, то есть как вот, насколько они синхронны по зарплатам, как они войдут. Сложность в чем? В комплектовании групп, в чем и тренировочные, в том числе и на сентябрь, расширяется, и поэтому сказать, сколько тренеров, с какой нагрузкой на 1 сентября или на 1 октября, достаточно сложно. Задача по потребности для увеличения зарплаты на сентябрь стоит. Действительно, это важный аспект для того, чтобы и финансово уравнять. И сегодня зачастую тренер-преподаватель учреждения дополнительного образования, являющийся указом категории, получает зарплату несколько выше, в среднем, чем тренер, работающий в спортивной школе, в спортивной школе Олимпийского резерва и работающий со сборниками, в том числе. Конечно, мы рассчитываем, что законная гармонизация, это, на наш взгляд, несправедливости, не вилет. Но могу отметить, что на федеральном уровне, в то же время, еще действия начинаются, приводится к соответствию. Пробовых основ на сегодняшний день пересмотреть уровень зарплаты у нас в региону нет. Вопрос остается... То есть пока чисто номинально они будут называться, а пока не синхронизируются. Верный переходный период до 1 сентября. 1 сентября этот вопрос будет окончательно закрыт. Мы вернемся к рассмотрению, просто несколько позже. Сегодня рано говорится об этом. Но задача просчитать потребность дополнительного финансирования, она стоит. Что касается приведения в соответствие зданий и сооружений, такая задача губернаторам также поставлена, чтобы просчитать актуальную проверку. Наши рекомендации в органах местного управления и руководителям муниципальных спортивных учреждений, если бы могли пригласить Роспотребнадзорщики с целью профилактического осмотра, есть такая форма. Сотрудник Роспотребнадзора назвал для того, чтобы вывести недостатки, уже исходя из вывода недостатка параметра в отечественном осмотре, составить сметы на острове. Не огульно, как это зачастую было, имело место быть в прошлом году, где где-то и космические цифры назывались, а уже предметно в разрезе каждого отделения по виду стопы, потому что требования могут разбиться. Я категорически поддерживаю данный переход, причем мы давно настаивали на том, что действительно тренеры должны быть приравнены к педагогам, причем в лучшую сторону, то есть там, где необходимо рост зарплаты, где социальная обеспеченность, чтобы это все было сделано. Мы на протяжении всего первого созыва об этом говорили. Немножко меня настораживает то, что до настоящего момента мы не представляем все-таки, во что это нам обойдется. Да, мы ожидаем, мы сначала пройдем это все, но тем не менее, прежде чем, скажем так, начинать работу, хотелось бы все-таки это видеть. Второе, что меня настораживает, это все-таки школы, которые общественные, которые частные, которые, ну скажем так, на дворовых основаниях. Да, я абсолютно согласен, в интересах детей необходимо их тоже приводить. в лицензирование, но в интересах людей, детей, их хотя бы как минимум сохранить. Потому что, если просто в результате попыток лицензирования их закроют, потому что они не пройдут лицензирование, тем детям, которые там сейчас занимаются пока, ну, лучше, я боюсь, не будет. Поэтому необходимо рассмотреть какой-то закон, предусматривающий льготы, видимо, этим структурам, именно на цели прохождения, может быть, я не знаю, налоговые льготы, если там это коммерческая организация, или система грантов какие-то, которые помогли бы перейти. То есть без этого, если мы просто скажем, все, теперь вы должны пройти лицензирование. Они и так едва концы с концами сводят, особенно вот общественники, там им и арендовать надо, им и с родителей они без этого денег там вынуждены собирать. Ну и просто они, половину из них закроют. Второе, мне хотелось бы, чтобы все-таки было синхронизировано на какой-то этап, в том числе те тренеры, которые мы, сколько мы бились за то, чтобы появились дворовые тренеры, которые вот просто на хоккейной площадке, привязаны к хоккейной площадке, к спортивной площадке в ТОСах и так далее. Вот этот ТОС товарищества, вот они организовались, вот взяли они себе тренера. К ним пришел неплохой тренер, с ними работает. И теперь, если у него зарплата будет гораздо ниже, ну мы действительно их просто вымоем в спортивные школы. Ну, наверное, есть какая-то логика, что да, государственные учреждения должны развиваться более, но почему-то в медицинской сфере мы к этому не подходим. Там полное лицензирование и зарплаты и в частных, и здесь. Здесь же мы всех, давайте сразу всех будем приводить к обязательному вот такому подходу. Хотя, еще раз говорю, это правильно. Это правильное направление, но продумать, чтобы мы не потеряли этих тренеров, чтобы они могли просто уйти из профессии. Эти тренеры просто уйдут из профессии, пойдут работать таксистами. Потому что, ну, в Дюсш тоже, я не могу сказать, наверное, что там куча свободных мест, как нам отчитываются, что там нет такого. Что касаемо старшего поколения, я тоже абсолютно соглашусь. У нас есть люди старшего поколения, и их, к сожалению, особенно в районах, их чуть ли не большинство тренеров, которые старшего поколения. Поэтому надо подумать, насколько они... Ну, вы, я понял, что вы эту проблему... И последнее, что я хотел здесь сказать. Мне тоже показалось, что пока не до конца проработан вопрос финансирования. Вы сказали, за счет внебюджетных средств. Ну, хорошо, но у них, поверьте, они не жируют. Эти внебюджетные средства у них нигде не отложены в кубышках. Они все тратятся тут же на спортивное совершенствование, на те же самые инвентарь. Оно и так сейчас тратится. Что мы будем делать с муниципалитетами, которые, ну, откровенно просто не потянут? Если школы, мы взяли область на себя, и поэтому мы смотрим, то спортшколы, либо надо тогда их тоже все брать на себя, и это делать быстро и однозначно. Либо мы должны прекрасно понимать, что не потянут, особенно сельские муниципалитеты, поднять уровень спортивных залов, спортшкол, до такого же уровня, как спортшкола, ну, тех же водных видов спорта, либо это будет разный уровень лицензирования, и там лицензирование для бедных, а здесь лицензирование для богатых. Либо мы должны действительно это переводить к общей системе, областной системе. Ну, я иронизирую, да, все поняли, что я про иронизировал. Вот, ну, к единой системе, которая должна брать. Давайте берем тогда на региональный уровень все эти школы, переводим и с нормальным финансированием, единым, чтобы не получилось, как у нас в стране есть Москва, есть регионы. И, соответственно, у нас все вымывается в Москву. И здесь все тренеры у нас. Вот такое у меня. Поэтому мне пока показалось, что больше вопросов, чем ответов. Хотя направление верное. Наверное, есть слова Харсан Юрьевича, и мы об этом говорили уже с министерством несколько раз, о том, что мы создаем единую систему. То есть, главная цель этого закона создать единую систему подготовки спортсменов. С учетом того, что мы понимаем, что это работа в том числе не только тренерская, воспитательная, педагогическая работа. То есть, статус тренера, а есть и преподавательный. На самом деле, человек, который занимается детьми, он, наверное, больше, чем тренер. Он, наверное, и родители, и отец, и мать, и еще что можно. Наверное, вопрос логичный. Если мы говорим сейчас о создании единой системы подготовки, наверное, стоит подумать о какой-то единой системе инфраструктуры в этом отношении. Но это вопрос сегодняшнего дня. Это такой очень шепетельный, кропотливый вопрос, который необходимо прорабатывать очень детально. Что касается зарплаты, нету понимания еще, насколько я понимаю, на федеральном уровне по этому поводу. Конечно, большой вопрос. Основная проблема тренер-преподаватель, в том числе, это зарплата, о том, что говорит, что учителя в тех школах муниципальных получают на порядок больше, чем тренер в спортшколе. И, конечно, здесь этот вопрос необходимо нам, в том числе, озвучивать, первым членам озвучивать перед федеральным центром, перед комитетом по спорту в Госдуме, чем мы будем заниматься. Вот так, дорогие друзья, как я вначале и говорил, вопросов больше, чем ответов. К чему приведет эта гармонизация в условиях, когда, в принципе, пока непонятно ни финансирование, ни, собственно, соотношение действующей системы и предполагаемой. Остается огромное количество вопросов по тем же дворовым тренерам. Ну, все, что вы сейчас слышали. К сожалению, пока ответа мы не услышали на эти вопросы, поэтому к чему приведет это? Действительно ли вырастут зарплаты, или же просто увеличится нагрузка на, соответственно, тренеров, и теперь они будут заниматься такой же бумажной волокитой, как и учителя в огромном количестве, и много-много других вопросов, на которые мы будем искать ответы, и за этой ситуацией будем следить в дальнейшем.